здравствуйте коллеги я что-то хотел сказать но ладно здравствуйте я а если тут биологи супер а врачи супер то студенты врачи студенты биологи отлично а кто еще а программисты отлично замечательно кто химики о супер вообще все про химиков отлично значит спасибо за приглашение хотел сказать организатором на самом деле немножко мне это странно но с большим удовольствием для меня это тоже первый опыт фактически рассказать что-то таким языком постараюсь популярным я представлюсь еще раз я действительно врач гематолог работа в клинике больше 10 лет последнее время занимаюсь в первую очередь конечно наукой ну и тут вот полтора года назад нам с коллегами так выпала судьба что наши научные идеи превратились стартап это стартап сколковский мы участвовали в конкурсе сколковой так вышло что мы наши научные идеи собирались там развивать используя стандартные пути а-ля гранты и все остальное ну вот нас занесло сколково и там нам очень ясно и четко объяснили ребят вам сюда вам нужно сделать так то так то так то и из вас получится то 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 и может быть если останется время а потом немножко расскажу об этом как наш путь складывался в течение полутора лет я конечно же не биолог и наверняка биологи на может быть на меня обидится когда я буду говорить какие-то там слова которые не совсем правильно говорить с точки зрения редактирования генома но я не большой специалист редактирования генома но что я знаю однозначно я знаю как это применить у человека и благодаря тому что мы вынуждены полтора года последние заниматься развитием этой проблемы мы конечно узнали много общих вопросов которые могут быть интересны и вам в том числе конечно разговаривать про редактирование генома нужно а в первую очередь начиная с самой главной точки откуда все началось . это произошла на самом деле очень рано всегда когда говорят про открытие днк упоминают вот этот год это неправда нужно помнить о том что на самом деле впервые описали днк как нуклеин в 1869 году но собственно движение все бурное развитие днк и технологии связанных с днк началось 53 года после открытия отцена крика именно химической структуры как это выглядит пространственная днк и важно помнить о том что есть единственный эксперимент он не единственный конечно 2 там 3 был эксперимент но этот эксперимент херш и чейс он поставил точку в науке о том что собственно несет информацию генетическую днк или белок об этом до сих до этого времени были большие споры для того чтобы разговаривать о редактировании я начну с этого слайда и им же фактически закончу в 2005 году журнале природа впервые была опубликована статья в котором появился термин динам эритин редактирование генома и дальше мы об этом с вами поговорим но самое главное что здесь очень важно подчеркивается это переписывание правил генной терапии поэтому про генную терапию мы должны будем с вами узнать днк была описана днк имеет двуцепочечную спираль строение и она создана фактически из четырех нуклеотидов которые обозначаются буквами эй джи си и ти собственно название компании нашей джи сити тоже не случайно вот таким образом расшифровывая геном человека там любых других живых организмов выглядит генетическая информация так она записывается важное обстоятельство некоторое тоже огромное количество исследований после того как было открыто днк было проведено для того чтобы мы пришли к тому что мы можем ее редактировать эту днк но я должна упомянуть несколько всего лишь об одном и двух потому что это невозможно рассказать всю историю и одно из самых важных если открытий это то как именно происходит считывание генетической информации как клетка функционирует зачем нам это днк если она просто так днк это открытие с описала о том что с днк в клетке происходит считывание путем с построения рнк и только после этого происходит построение белков это очень важный момент который позволит объяснить вам что собственно представляет себя инструменты редактирования и как это происходит к этому имеет отношение артур и роджер корнберг с которыми нам посчастливилось лично быть знаком да кирилл викторович кроме всего прочего нужно сказать что в 60-е годы в то же самое время было открыто и обратная транскриптаза и это описанное явление это по сути говорит о том что на самом деле возможно не только процесс вперед с днк рнк белок а возможно и обратно рнк может с рнк может построиться снова днк это ключевое событие которое позволило дальше развить там пцр который мы сейчас все используем вообще расшифровать геном и заложила основы в развитии генной терапии таким этот инструмент был открыт благодаря исследованию вирусов таким образом вирус например вирус иммунодефицита человека встраивается в генетический код человека в эти года было открыто вот эти мероприятия привели к тому что концепцию генной терапии заложили и открыли огромное количество наследственных заболеваний на самом деле от наследственных заболеваний было уже известно достаточно давно но точный ген который приводит к нарушению каталогическому состоянии который имеет то или иное название был описан в течение вот этого шествия открытия днк и расшифровки генетической информации что такое наследственные заболевания чтобы собственно побудила людей к развитию генной терапии это огромное количество людей несмотря на то что они редкие на планете земля живет там миллионы людей с этими болезнями и самое удивительное что эта болезнь всегда практически фатальны никакого не существует лекарства кроме временной такой коррекции кроме как как-то нужно исправить ген и таким образом это и легло в основу развития этих технологий генной терапии есть идея о том что в принципе иногда трансплантация потому что многие болезни генетически связаны с болезнями с патогенетически связаны с болезнями крови и если пересадить клетки костного мозга другого человека то есть заменить плохие старые с дефицитом с нарушенным геном на новые это может привести к излечению для этого обязательно должна вам упомянуть о том что в нашем организме существует всю жизнь клетки гемопоэтические стволовые гематологи их очень хорошо знают они с ними работают и эта клетка дает человеку на всем протяжении жизни поставляет как фабрика в кровь все клетки крови эритроциты лейкоциты тромбоциты поэтому кровь сворачивается переносится кислород при этом если остановить клетки костного мозга в течение 7 14 дней в кара из крови исчезнет все то есть это осуществляет фабрика которая осуществляет пожизненном возможность она продуцировать клетки крови так вот на сегодняшний день мы умеем выполнять трансплантацию этих клеток мы выполняем трансплантацию собственных гемопоэтических клеток мы с трансплантацию выполняем от донора клеток это важный момент который позволит дальше обсуждать редактирование на самом деле социальную значимости всей этой истории с генетическими заболеваниями вот эта известная история она была очень медиа раскручена потому что это ребенок который жил с тяжелым и сцепленным комбинированным иммунодефицитом при этом мама когда ждала 3 это был третий ее ребенок и все подозревали что у него может быть снова такая же мутация что предыдущего ребенка а первого у него была такая болезнь как только родился ребенок в течение нескольких минут и вы перенесли вот в такой вот вакуумный мешок этот мешок который позволял защищал его от внешних факторов среды в первую очередь это конечно инфекция потому что у ребенка не было защиты от этой инфекции это иммунодефицит и он мог бы умереть в ближайшее же время все ему туда игрушки он там жил 12 лет поставляли только через обработанные в этот вот мешок кроме всего прочего когда ребенок уже более-менее подрос нас сделали ему специальный такой костюм который позволял ему двигаться и он иногда уезжал домой ребенок этот прожил 12 лет на себе на тот момент не было никакого лекарства не представляли себе как можно исправить его ген который имелся в этот по сломанной генетической информации и единственным шансом было вылечиться это сделать как раз трансплантацию от донора клеток костного мозга который бы позволил жить ребенку дальше как обеспечили бы пожизненный иммунитет но у него не было совместимого донора потому что донор это не просто так с улицы нужно взять нужно чтобы он был а как минимум подходил по 10 антигенам из 10 и к сожалению сестра у него идеально не подходила только на половину но и по-прежнему на 11 году жизни решили приняли решение родителей и доктора что все-таки следует это сделать и в течение года после трансплантации ребенок умер от вторичной болезни от лимфомы беркета которая не развилась это был очень яркий момент который развил дальше генную терапию ради чего собственно все это делать какие существуют идеи как они шли достаточно очень просты как только мы начали научились синтезировать рнк и днк с помощью господина в которые открыли там корнберг как это делать мы поняли что мы можем синтезировать тот ген который сломан которого не хватает в организме и как это сделать и тогда беде было очень просто если взять этот ген и перенести его в клетку то наверное он будет функционировать и это правда он функционирует они перенося в клетку он существует но если мы говорим о клетках которые продолжают делиться например клетка гемопоэтическая которая всю жизнь делится и позволяет в крови присутствовать клеткам крови то к сожалению просто простой перенос гена внутрь клетки не позволяет всем последующим поколениям этой клетки содержать этот ген нужно было придумать как его встроить в геном для того чтобы он наследовался от одной клетки к другой и когда она происходит дифференцировку созревает тогда же были придуманы методы такие как вирус мы же знаем что вирус иммунодефицита человека встраиваться в геном значит если к нему прицепить генетическую информацию была высока вероятность что он править протащит эту генетических трансген этот через клетку и встроить геном и тогда бы будет наследоваться и это сработало если встроить этой и это работает и дальше в клетках это развивает весь одна большая проблема как это применять берут клетки крови из из крови или из костного мозга и забирают гемопоэтические стволовые клетки которых я вам рассказывал клетки эти заражают этим вирусом вирусный вектором ретро вирусом встраивают туда генетическую информацию трансген который нас интересует, например, который сломан и не работает, не дает нормальный белок, и возвращает обратно, делает трансплантацию. И это сработало. И действительно, первое клиническое исследование, когда деткам вводили клетки, которые были трансфицированы вирусом, перенесена генетическая информация, они случились аж в 1990 году. К сожалению, эффект был неполноценный, и в последующем было много работ. Около 30 пациентов прошли подобную терапию, и были, в принципе, успехи. И это, например, публикация первого-второго года, что успешная терапия была проведена. Но в третьем-восьмом году развились проблемы. Если вирус протаскивает ген в клетку, потом ее встраивает в генетическую, в нашу ДНК, то это работает, он встраивает. Но, к сожалению, в нашей длинной цепочке ДНК есть участки, которые отвечают, например, за деление клетки. Если, например, вдруг будет встроен ген в то место, которое отвечает за деление клетки, он будет гиперактивен, и клетка будет бесконечно делиться. А что это? Это злокачественная опухоль. Все верно. И поэтому у детей в последующем в результате такой терапии были обнаружены вторичные болезни, острые лейкозы, которые приходилось болеть, и даже один ребенок умер от злокачественной опухоли. То есть самая главная проблема использования вирусных векторов для встраивания в геном — это невозможность предсказать, куда он ее вставит, эту генетическую информацию. Еще в 1994 году гениальный ученый Мария Джасин впервые попробовала и доказала, это вот самая первая публикация, о том, что на самом деле, используя нуклеазы, это такие ферменты, можно нанести разрыв двуцепочечный в ДНК. Это был прорыв. После этого также под руководством Дана Кэрролл из университета Ютона было показано, что эту нуклеазу можно скрепить с белками, тогда были известны белки цинковых пальцев, которые соединяются с нашей ДНК, и можно получить направленное разрезание ДНК. Фактически это папа и мама редактирования генома. В 2011-2015 году это был шум и гамма, и тогда это происходило, что вот появились инструменты редактирования, на самом деле они появились очень-очень давно. С 1996 года занимаются научные группы развитием нуклеаз цинковых пальцев для применения их у человека, именно нанесения точечного разреза в генетическую информацию. В 2009 году были синтезированы новое поколение талли-нуклеазы, и в 2012 году, все наверняка наслышаны, появилась нуклеаза с РНК-направляемой, которая называется CRISPR, ну вот КАС, например, нуклеаза или есть другие нуклеазы. Так что такое редактирование? По сути, редактирование — это целенаправленное изменение генетической информации в живой клетке. И применение ее медицинской занимает уж очень небольшую долю. На самом деле, применение, которое мы можем представить себе вообще в нашей жизни, оно просто бесконечно. И на сегодняшний день мы еще по-прежнему даже не можем осознать, насколько это позволяет изменить нашу жизнь. Я подозреваю, что мы будем открывать новые-новые применения ее, и даже на сегодняшний день не можем представить, где это применяется. Четыре на сегодняшний день самые распространенные нуклеазы, которые используются в том числе для медицинских целей — это нуклеазы цинковых пальцев, талли-нуклеазы, мегануклеазы и CRISPR-нуклеазы. Что нужно для того, чтобы отредактировать ген, как это, собственно, работает? На самом деле, все нуклеазы, ну вот, по крайней мере, если мы говорим про протеин-бейс, то есть на основе белков, состоят из двух моментов. Это ДНК-соединяющийся домен, это белок, который соединяется с той или иной буквой, фактически нуклеотидом в нашем генетическом коде. Они строго друг другу соответствуют. Ее можно подобрать, химически синтезировать. Какую вы хотите последовательность, такую можно и синтезировать. И состоит из эффекторного домена. Это, по сути, фермент, который просто, когда два плеча этой нуклеазы соединяются, он срабатывает и наносит просто разрез. А дальше что происходит? А дальше происходит уже просто волшебство. Мы используем механизмы, собственно, клетки. Вот, например, таргетный секвенс, который нам нужен. Например, мы выбрали место, где нам нужно разрез осуществить. Мы знаем последовательность ДНК в этом месте. Мы подбираем специальный домен, который будет соединяться именно с этой последовательностью ДНК. Как только они соединяются, срабатывают с двух сторон, срабатывают ножницы и наносят разрез. А что дальше происходит? Дальше есть у клетки естественные механизмы репарации. Есть срочный механизм репарации, когда срочно надо зашить ДНК. Вот беда случилась, облучение, еще что-то, разрыв какой-то произошел. Быстро собираются обратно, и просто в беспорядочной последовательности из нуклеотидов выставляется тот участок, где было разрезано, быстро зашивается. Это называется негомологичное сшивание концов ДНК. И можно этим управлять иначе. Если подставить туда донорскую ДНК, с которой нужно списать, а если это сделать, то это произойдет. То есть фактически, если, например, у нас в одной цепочке ДНК мы разрез сделали, и для того, чтобы его сшить, он может использовать цепочку, которая находится рядом, восстановить просто так, как есть. То есть подставляя донорский темплейт, мы говорим, вот нам надо такая последовательность, и предоставляем к месту разрыва эту последовательность матрицу. ДНК зашивается в той последовательности нуклеотидов, которые нам нужны. Таким образом мы можем не просто портить ген, нанося здесь изменения, и он здесь просто сшивается как попало, наносим мы фактически мутацию, мы останавливаем этот ген от экспрессии, дальше не считывается с него информация на РНК, и не синтезируется белок, а так мы можем просто переписать буквы в интересующем нас месте. Как это работает фактически в лаборатории? Это точно так же работает, как и в естественном организме. У нас имеется ДНК, который мы умеем синтезировать, мы знаем, как записать, чтобы это было полностью. Мы узнаем, как зашифровать туда нашу нуклеазу, которая нам нужна. Мы ее записали, синтезировали. В дальнейшем происходит транскрипция, фактически считывание с ДНК, превращение в строице РНК, она происходит в пробирке. Тут мы строим РНК. Как только РНК у нас есть, и она оказывается внутри клетки, в клетке внутри, в цитоплазме, с РНК естественным образом начинает считываться информация, и строится белок. А что строится? Наша нуклеаза, которую мы туда, собственно, и записали. И внутри клетки нуклеаза сама строится из своих ресурсов клеток. Не нужно вносить никакую нуклеазу дополнительную. Мы только РНК, фактически мессенджер туда пустили, и там построена была нуклеаза. И эта нуклеаза в последующем ищет место, куда она должна сесть. Она находит тот последовательность, которая была подобрана, в генетической информации, срабатывает двуцепочечный разрыв, и все. У нас есть стабильная модификация. При этом в последующем этот белок, который был построен, нуклеаза, она исчезает, потому что он уже отработал. РНК тоже нет. И остается только то, что мы сделали. Разрезали. Очень важно. Как доставить туда то, что мы хотим доставить, например, РНК? Самый относительно безопасный и комфортный для, например, лаборатории способ — это электропорация. Что это такое? Это известен способ много-много лет. Это током клетки ударяют. И на миллисекунды в клетке образуются поры. И в эти поры проходит наша взвесь РНК, которая там оказывается. Либо используют вирусные векторы, которые не встраиваются в геном. Она только как паровоз берет генетическую информацию, которая нам нужна, протаскивает ее через стенку клетки, и там уже она оставляет ее. Он не встраивает дальше в геном клетки. Всегда у генной терапии с 1999 года была проблема классическая. Всего их три. Это доставка нашего гена, который мы хотим поправить. Это снова доставка и снова доставка. Должна сказать, что эта проблема по-прежнему сейчас самая актуальна, несмотря на то, что методы вмешательства в геном значительно изменились. Как сейчас мы можем это делать у человека? Мы можем взять у человека клетки, мы можем провести, как в лаборатории, фактически мы их можем ударить током, например, или можем заразить вирусом, их фактически трансфицировать, там произойдет редактирование и обратно вернуть. Но это работает в группе болезней, например, в первичных иммунодефицитах. То есть это зависит от патогенетической болезни, как это развивается. Можно использовать и инвиво. На сегодняшний день есть вирусы, которые не встраиваются в геном, но они троплены, например, к клеткам печени, гепатоцитам. И мы знаем, что если мы запишем и внедрим информацию о нашем инструменте, который будет редактировать тот или иной ген в этот вирусный вектор, внутривенно его введем, этот вирус будет заражать только гепатоцин. В этом гепатоците будет высвобождаться информация, которую мы принесли туда, об нашем инструменте редактирования, и он там сработает. Так это работает на сегодняшний день. Кроме всего прочего, многие научные группы и компании разрабатывают разные инструменты доставки невирусные. Это, например, капсулы всевозможные, липидные или другие биодеградируемые. Таким образом, вообще инструменты редактирования генома на лечебную тактику, на генную терапию, ключевым образом повлияли. Сейчас мы можем аккуратно встраиваться в нужное точное место генома, где мы хотим. Кроме всего прочего, мы, если встраиваем какой-то ген, то встраиваем его исключительно в том месте, где он существовал. То есть, естественно, натуральное регулирование его происходит. И на самом деле потом не остается никаких следов после того, как сработал инструменты редактирования. Что же у нас сегодня происходит в клинике? Я очень коротко расскажу на примере, наверное, одного самого главного, с чего началась вся история применения в клинике редактирования генома. Но не могу не упомянуть о том, что буквально в 2016 году первый препарат генной терапии на основе клеток костного мозга был выведен на рынок. До этого был один препарат Глибера, который провалился полностью, и он был полностью снят с производства и с рынка, потому что он ни разу не был не продан. Почему? Потому что препараты генной терапии стоят невероятных денег. Так вот, компания ГСК, Глакса Смит Кляйн, купили этот препарат, и совсем недавно его применили, впервые продали его применение. Как это тоже осуществляется, это я вам рассказывала, как ребенок, это тоже на основе вирусного вектора. Ребенок, например, болеет как раз для болезни первичного иммунодефицита. Ребенок ложится в госпиталь, у него собирают клетки, привозят в мануфактуринг-центр такой, где клеточный процесс происходит. Там, в этом месте, в условиях чистоты высокой, заражают эти клетки вирусным вектором, который несет ген лечебный, измененный, нормальный ген против того, что плохой. И вводят эти клетки потом ребенку обратно в клинике. Это так работает, и на сегодняшний день есть такой метод лечения, который уже есть на рынке. Но это на основе вирусных векторов, и это не редактирование. Это тот старый метод, но он уже в клинике. Огромное количество компаний заинтересовалось методом редактирования генома в качестве разработки медицинских методов лечения и продажи. Кто сейчас двигатель прогресса, например, в Соединенных Штатах Америки по редактированию? Не столько научные группы, сколько биотехнологические компании нового поколения, которые владеют интеллектуальной собственностью на разработанные инструменты редактирования. Например, компания Сангама — это пионер в области редактирования, одни из самых первых, которые вообще разработали редактирование, цинкфингерные нуклеазы. И они сейчас очень много активности проявляют. Например, компания Editas является держателем одного из спорных патентов по поводу CRISPR-нуклеазы для клинического применения. Компания Selectis содержит основной патент на использование талинуклеаз для медицинских целей. Лечение ВИЧ-инфекции еще в 1988 году Дэвид Балтима, это тот человек, который открыл обратную транскрипцию, обратную транскриптазу, предсказал, что ВИЧ можно будет лечить генной и клеточной терапией. Он об этом говорил тогда, когда еще только была открыта обратная транскриптаза. И тогда, перенесемся в 1988 год, тогда только первый препарат антиретровирусной терапии, зидовудин, только стал появляться. Уже тогда думали, что это возможно. В 1996 году был описан ген CCR5, который кодирует рецептор, корецептор, который использует вирус для входа внутрь клетки. Так вот, оказалось, что есть люди, у которых ген этот сломан, испорчен. И он бывает либо в одной аллеле встречается, это гетерозиготное состояние, либо в двух аллелях встречается, гомозиготное состояние. И сломанный ген не позволяет белку экспрессироваться на поверхности клетки. Этого рецептора на поверхности клетки нет. И удивительным образом эти люди нечувствительны к ВИЧ. Вы знаете, что есть люди на планете Земля, которые нечувствительны к ВИЧ? Вот, поэтому. Потому что у них в гомозиготном состоянии мутация гена Дельта-32. Это естественная мутация. И, скорее всего, к чему она должна привести? Скорее всего, это шаг эволюционный. Потому что ВИЧ стал искать способы. Это тоже. ВИЧ уже нашел способы, как дальше выйти из этой ситуации. Да, я думаю, что следующие способы тоже. Но, вероятно, это был шаг эволюционный к тому, что ВИЧ сейчас всех убьет. Останутся кто? Вы же вот те, кто имеет защиту против ВИЧа. Так? Так. Описав эту мутацию, тогда и доказав, что это действительно так работает у этих людей, произошло еще одно очень важное событие в 2007 году. Оказалось, кто слышал про берлинского пациента? Никто не слышал про берлинского пациента? Рассказываю. В 2007 году человек с ВИЧ-инфекцией, он на самом деле из Сан-Франциско, происхождение вообще из Сиэтла, поехал лечиться. Он заболел ВИЧом у себя в то время, когда был как раз 83-й год, когда открыли вирус иммунодефицита человека. Он был тогда молодым человеком. Он заболел острым лейкозом после нескольких лет болезни ВИЧ-инфекции. И поехал лечиться в Германию. Приехал в клинику Шарите в Берлин. В этой клинике этому пациенту назначали химиотерапию для лечения острого лейкоза. Острым лейкозом, чем мы занимаемся, нужна трансплантация костного мозга от донора. Потому что по-другому удержать хорошую ремиссию на всю жизнь не позволяет. Донорская трансплантация при острых лейкозах позволяет жить человеку без острого лейкоза всю жизнь, но с химерой. Костный мозг чужой, а все остальное свое. И благодаря этому конфликту пожизненному, иммунологическому, это обеспечивает противоопухолевый иммунитет на всю жизнь. Так вот, ему нужно было делать трансплантацию. При этом доктор, который вел его, его звали Хера Хютер, у него была гениальная идея. А что если найти донора для трансплантации костного мозга, этому человеку, совместимого, но с мутацией гена ССРП? От человека, который не чувствительный к ВИЧ-инфекции. Так вот, что произошло. Ему действительно выполнили трансплантацию. В поисках донора, у него было много доноров, его очередного донора подбирали совместимые-совместимые, тестировали, есть мутации или нет мутации. У 61-го донора оказалась гомозиготная мутация по ССР-5. Этого донора взяли, сделали ему трансплантацию и отменили антиретровирусную терапию. И этот человек на сегодняшний день, несмотря на то, что у него была повторная трансплантация по поводу рецидива острого лейкоза, уже больше 10 лет жив, здоров. И это единственный человек на планете Земля, который полностью излечился от ВИЧ-инфекции. ВИЧ элиминировал из организма. Удивительно, но факт. Оказывается, что если клетки крови будут резистентны к ВИЧ, то человек может излечиться. Это было доказательство. К сожалению, таких людей, у которых есть мутация гена ССР-5, в двух аллелях встречается очень редко. Вот здесь она распространена. Где мы с вами находимся, коллеги? Вот здесь, в самом эпицентре. То есть удивительно, но дальше, если распространяться, то эта мутация встречается реже и реже. Какая-то защищенная такая область от ВИЧ-инфекции вот именно здесь у нас. Попытки повторить это были несколько раз. Любой гематолог мечтает это сделать. Представляете, найти человеку-донора, который, мало того, что совместимый, вылечить ему лейкоз, еще и ВИЧ-инфекцию вылечить. Так вот, попыток было несколько, и, к сожалению, ни одна не увенчалась успехом. Вот последний мы пока не знаем. Ну, по разным причинам. Потому что, ну, представляете, человек с ВИЧ-инфекцией, болеет злокачественные опухоли, переносит очень сложный метод лечения логенной трансплантации с тяжелой болезнью. То есть вероятность того, что случится все хорошо, она небольшая. Как, собственно, и произошло только у берлинского пациента. Так вот, гениальные ученые из компании Сангом из Соединенных Штатов Америки, Михаил Холмс, предположили, они работали как раз, разрабатывали цинфингерные нуклеазы. А что, если мы сами сделаем эту мутацию искусственно, с помощью инструментов редактирования? И у них это получилось. Они создали специальный инструмент, специально подобрали последовательность таким образом, чтобы вот здесь он работал и нарушал этот ген. Как они это делали? Они это делали и опубликовали. В 2014 году у коллеги впервые опубликованы результаты клинического применения редактирования генома. Они взяли клетки. Какие клетки гибнут у человека с ВИЧ-инфекцией? Дефицит. Т-клетки, которые защищают от инфекции. То есть если бы человеку, в принципе, клетки, Т-клетки не снижались, то с ВИЧ-инфекцией можно было бы жить, и люди бы не умирали. Они взяли эти самые клетки. Их можно отобрать, как мы делаем гематологи, умеем собирать гемопоэтические клетки, то клетки тоже умеем собирать. Собрали эти клетки. Их очистили, чистую фракцию получили. Именно таких клеток, всех клеток крови. Смешали их с инструментом редактирования генома. Раньше они использовали вирусный вектор, который я вам рассказывала, для доставки внутрь клетки. Сейчас они используют электропаратор. Я вам рассказывала, то компьютер. Есть единственный сейчас электропаратор, который можно использовать в клинической практике, который можно применять. Ударили эти клетки кровью, оказался там внутри этот инструмент редактирования, и вернули обратно. И на самом деле у них был эффект. Здесь опубликовано 12 человек, но это было исследование безопасности вообще. Но у одного из этих людей до сих пор длительный эффект. Сейчас это исследование уже во второй фазе, и уже больше 100 человек в Соединенных Штатах Америки получили такое инновационное лечение. Они прекратили прием антиретровирусной терапии, благодаря тому, что им клетки взяли клетки крови, отредактировали, убрали ген ССР-5, сломали, убрали с поверхности клетки. И эти клетки очень долго и хорошо живут. На них ВИЧ не действует. При этом это нужно, конечно, использовать в той ситуации, когда ВИЧ использует именно этот корецептор для входа внутрь клетки. Вот это Тимоти Браун, о котором я рассказала, берлинский пациент. А это Мэтью Шарп, который один из самых первых получил метод редактирования генома, трансфузии этих клеток. Вот, пожалуйста, живые люди, которых ходят по планете Земля. Мы в нашей клинике тоже занимаемся этим вопросом. В первую очередь, конечно, нас интересуют вопросы опухолей, которые страдают пациенты. Мы занимаемся трансплантацией костного мозга длительно. Давно мы сотрудничаем с клиникой Гамбурга. И мы точно так же мечтали когда-то сделать, выполнить аллогенную трансплантацию костного мозга и повторить берлинского пациента. Нам это не удалось. Но одной из этих пациенток, мам, удалось найти донора неродственного, у которого было только в одной аллеле мутации гена ССР5. Мы сделали трансплантацию, все у него в порядке, замечательно. Она избавилась от острого лейкоза. Мы не находим у нее ВИЧ-инфекцию, но, наверное, отменить ей антиретровирусную терапию, как произошло это у берлинского пациента, мы не имеем права, потому что мы понимаем, что эта мутация в таком половине не позволяет полностью защитить человека и клетки человека крови от вируса и иммунодефицита человека. Наши коллеги из Гамбурга разработали тоже инструмент редактирования, который называется талия нуклеаза, для того чтобы отредактировать этот ген, его выключать. Сейчас это превратилось в стартап. Мы занимаемся чем? Мы занимаемся разработкой метода трансплантации, редактирования гена ССР5 в гемопоэтических стволовых клетках с последующей трансплантацией для того, чтобы один раз, раз и навсегда, как берлинский пациент, забрать клетки, отредактировать, вернуть обратно, и на всю жизнь у человека будет пожизненный иммунитет, резистентный к ВИЧ-инфекции. Сейчас мы находимся на стадии доклинических исследований. Как это происходит, да так же, как и с Т-клетками, все инструменты для того, чтобы применять этого человека, в принципе, разработаны. Нужно просто научиться собирать гемопоэтические стволовые клетки. Это мы умеем уже больше 25 лет. В последующем у нас есть такая машина, которая может их очистить от всех остальных клеток. Можем? Можем. Потом мы можем применять электропарацию для того, чтобы ударить током эти клетки. Можем? Можем. А еще сейчас появилась машина, которая делает это все в одном. Мы туда повесили пакетик собранных клеток и на выходе получили полностью отредактированные, фактически чистые клетки. И обратно вернуть это человеку. На сегодняшний день все решения для применения этого человека уже созданы. Нужно только доказать, что это безопасно и эффективно, чем мы, собственно, и занимаемся. Можно ли применять это ин виво, коллеги, я буду торопиться у человека? То есть не забирая клетки, внешне редактируя и обратно возвращая? Да, ответ можно. Пионер в области редактирования компания Сангама сейчас имеет вот уже три клинических исследования. Мука полисахаридоз, это наследственная болезнь первого, второго типа и тяжелая гемофилия. И они применяют это каким образом? Они берут свой цинкфингерную нуклеазу, которая в нужном месте, на самом деле, не только разрезает ДНК, но и вставляет туда ген, например, у которого есть дефицит 8-9 фактора. При гемофилии B нужно вставить хороший фактор, ген хорошего фактора. Берет трансген, все это запаковывает в вирусный вектор, вводит внутрь вена. Этот вирусный вектор тропин только клеткам печени, и в последующем происходит редактирование уже этих клеток. Под ген альбумина встраивается новый трансген, который нам нужен, и вместо альбумина часть клеток начинает продуцировать 9 фактор. А 9 фактора достаточно только минимальное количество для того, чтобы человеку вообще больше по жизни не надо было никаких гемотрансфузий, у него кровотечение никогда больше не будет повторяться. И это, коллеги, уже в клинике. Это уже применяется у человека в Соединенных Штатах Америки. И они также разрабатывают механизм, как же не применять эти вирусные векторы, потому что на вирус, например, аденоассоциированный вирус, у нас вырабатывается иммунитет. Если один раз вести этот вирус, ничего страшного, иммунитет выработается, второй раз уже он не сработает. Быстро, как только этот вирус окажется в нашем организме, наш иммунитет восстановит, и он не успеет просто доплыть до клеток печени. Все, наверное, слышали, это прорыв невероятный, это то, что у нас теперь появился такой вот инструмент, как иммунотерапия рака. Это, конечно, еще не развито вот таких больших высот, но все же мы уже об этом говорим. Это то, что мы можем наш иммунитет научить бороться со злокачественной опухоли. И мы делаем простые шаги, и редактирование здесь нам помогает. На самом деле, что в Европе всего два клинических трайла, что в Китае уже больше 20 клинических трайлов, ну это Китай, запущено на сегодняшний день, они делают достаточно простые вещи. Они убивают ген рецептора, который использует опухоль для того, чтобы инактивировать наш иммунитет клеточный. Так вот, если выключить этот ген, этого на поверхности Т-клеток, противоопухолевых клеток не будет, то они будут просто естественным образом реализовывать свой противоопухолевый иммунитет. Эти клинические исследования уже ведутся в Китае. И вот тут вот в ноябре 2016 года было первое сообщение о том, что CRISPR-Cas9 технология была применена для редактирования Т-клета человека и введена человеку в Китае. Вот это случилось тогда-то. Первый CRISPR в клинике. Много-много сейчас при клинических исследованиях ведется. Я не буду на этом останавливаться по той же самой причине. Но на самом деле, что важно, о чем мы руководствуемся, когда мы говорим о клиническом применении и редактировании, это в первую очередь безопасность. Это должно быть безопасным человеком. Это должно быть эффективно, это должно применяться с отработанной технологией, как, например, трансплантация костного мозга, которой мы уже владеем больше 50 лет, если говорить в мире в целом. И, конечно, стоимость очень важна. Два слова по поводу перспектив. Вот в лабораториях уже сделаны свиньи, в которых нет барьера гистосовместимости ткани для пересадки органов человека. Представьте, можно представить себе фермы, в которых будут выращиваться свиньи на органы для пересадки человека. Это роговица, сердце и так далее. Так вот, благодаря инструментам редактирования, отредактировав эмбрион свиньи, можно преодолеть этот барьер межвидовой. Свинья-человек. Ну и вчерашняя новость. В Соединенных Штатах Америки впервые отредактирован эмбрион. Я попробую вообще на эмбрионах человека не останавливаться в Китае. Это уже давно редактируют. Это потом, если вдруг понадобится. Но что интересно, человек 2.0. Когда-то же мы к этому придем. Очень интересное рассуждение. Относительно недавно просчитала по этому поводу. О том, что есть уже и ученые, которые занимаются, например, разработкой, как можно улучшить клетку человека, для того, чтобы она была радиационно нечувствительной, резистентной к радиации. И очень хорошие фантазии. Мне у них очень нравится, но они уже похоже превращаются в жизнь, потому что НАСА выделяет огромные деньги на это. Мы можем освоить другие планеты и полететь на Луну или еще куда-то, только благодаря тому, что мы можем улучшить функции человека, который будет это делать, летать, астронавта. Кто смотрел фильм «Гатака»? Все знают, о чем я говорю. «Гатака» — это вот то будущее, которое нас, может быть, ждет. С точки зрения там есть люди, у которых совершенная ДНК, им позволено осуществлять отбор для полета на Титан, а есть инвалид, у которых обычная ДНК, у которых есть болезни, которые мне позволены летать. Тут, конечно, вопрос по поводу социального равенства, как же это будет реализовано. Мне очень понравилось вот это заключение. Как же мы можем себе позволить отправить человека на другую планету, не защитив его генетически, если мы реально можем это сделать? И что здесь этичнее, непонятно. Я бы хотела закончить свою лекцию словами гениального ученого Сидни Брэннер, тоже Нобелевского премия, о том, что прогресс в науке зависит от новых технологий, затем новых идей, и только после этого новых открытий. И только в этой последовательности. И именно редактирование генома это та область, где это произошло именно в этой последовательности. И вернусь к термину. Наш с вами соотечественник Федор Дмитриевич Урнов, бывший сотрудник компании Сангома, выпускник нашего МГУ, биофака. Один из лидеров этой области, человек, который работал над редактированием генома с самого-самого начала. Это его публикация в 2015 году о редактировании генома. И знаете, как он придумал этот термин? Этот термин, genome editing, имеет русские корни. У него папа, дед, здесь, в России, они литературные эдиторы. И когда они эту работу пытались как-то назвать, их Nature спросили, ребята, как вы будете публиковать, как вы назовете то, что вы делаете? И достаточно быстро пришло в голову простое слово, ну да, редактирование, мы редактируем ДНК. Так вот, помните, genome editing имеет русские корни. И вот этот великий ученый Федор Урнов. И самое удивительное, что Мария Бибикова, которая появлялась, я уже цитила ее работу, которая тоже работала с Даной Фарбор, разрабатывает методы в самом-самом начале. Это тоже наша выпускница МГУ. И таким образом, это слайд Федора, альмаматор, редактором генома, это наш биофак МГУ. Я позволю себе поблагодарить коллег, потому что мы собрались с большой такой группой, пусть и небольшой, но активно друг друга поддерживаем и двигаемся вперед в этой области. Должна сказать о том, что у нас будет секция по редактированию, ищите, пожалуйста, на сайте Фонд развития трансплантации кустового мозга, можно зарегистрироваться и прийти, но это научный симпозиум, я думаю, для биологов это вполне возможно. И я буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за интересный доклад. Если у кого-то есть вопросы, поднимайте руку, я подойду к вам с микрофоном. Очень интересная лекция. Спасибо. По поводу вашей фразы, как это будет, у нас капитализм, понятно, как это будет, только богаты будут иметь, поэтому вопрос такой, как обстоят дела в России с этим, то есть понятно, вы занимаетесь научным исследованием, там клиника-то клиника. Какие компании интересуются вообще вот этими разработками, потому что вот иностранные компании, они же все патентуют, и понятное дело, что мы не можем использовать там за границей, да, там продавать. Наши как-нибудь там пытаются вообще в этом деле продвинуться. Потому что обычно используют только старые методы. Спасибо за ваш вопрос. Ну, наверное, я не обману, сказав, что мы первый стартап, биотехнологическая компания, которая взялась развивать редактирование генома в клинике в нашей стране. Это было, случилось в декабре 2015 года. Компания есть, называется EGCT. Тоже случайно, не случайное название. Четыре буквы, благодаря которым записан генетический код всего живого. Коллеги, я не обманываю, вы Кириллы? Нет? Вот. И вот там вот тоже среди всех спрятался еще один. Еще вопросы? Как много, больше нет. Спасибо за вашу гену. Я поэтому понимаю, что негабинные гены у всех одинаковые, и негабинные тоже у всех одинаковые. То есть можно чисто теоретически запрести таблетку или какую-то капсулу, которую можно давать любому человеку, и она будет работать одинаково. Любое другое лекарство. Это будет работать именно так. Очень хороший вопрос. Спасибо большое. Дай, мишку. Да. Таким образом, это можно менять не только болезни, но и технические. Мне захотелось стать блондинкой. Я съела таблетку и стала блондинкой. Грубо говоря. Да, хороший вопрос. Мне нравится, если посмотреть в далекое будущее, я уверена, что инструменты редактирования генома можно будет упаковать в таблетку, и мы сможем с вами захотеть стать блондинкой, выпить таблетку и все. Захотела там глаза. Ну, возможно, это да, но это фантазии пока. К сожалению, это пока фантазии. И ваш первый вопрос, я поняла, уловила его основной смысл. Я отвечу не несколько иначе, чем вы спросили. Можно? Это ключевая проблема персонализированной терапии. На самом деле, есть такой момент, когда есть более или менее известные патогенетические пути, которые как реализуют болезнь в себе. В некоторых болезнях они более выражены единообразно, в некоторых менее. Так вот, на самом деле, всегда врачу приходится осуществлять баланс между персонализированным подходом и стандартным подходом. Так вот, у большинства болезней генетических, да, есть известная одинаковая поломка. У некоторых, у достаточно большой группы болезней, те же генетических, есть огромное количество набор генетических мутаций. Может быть, такая мутация, может быть, такая мутация, может быть, то есть пополомок очень много или они разные. То есть, на самом деле, к каждой болезни нужно подходить индивидуально в этом отношении, ответить общим на ваш вопрос нельзя, но это всегда баланс между персонализированным подходом и стандартным. Во всех болезнях. Можете пару слов сказать про то, как вы осуществляете конвентализацию вашего проекта? Это вообще, я понимаю, это можно очень долго отвечать, но совершенно непонятно, если заболел человек, условно спидом пришел к вам сделать мне операцию. Во-первых, я понимаю, что себестоимость огромная эта процедура, скорее всего, и вряд ли он готов заплатить. Супер, отличный вопрос. Мы над этим голову ломали полтора года, как же нам продать это? На самом деле, нам нужно было это продать, нам не нужно было продавать. Мы врачи, мы собирались науку двигать, мы хотели редактирование сделать здесь, в России, мы шаги делаем, но на самом деле, то, чтобы привлечь инвесторов, например, денег, что нам удалось сделать, нужно было продать это. И все голову во всем мире ломают, как продавать персонализированное лечение, например, клетки, да, это же должно быть индивидуальной клетки от человека, потом обратно. А я вам сегодня объявила о том, что есть компания ГСК, которая разработает этот метод, он достаточно дорого стоит, но они вывели его на рынок. И как это будет работать? Пациент получает медицинскую помощь в медицинском учреждении, компания к этому не имеет никакого отношения. У человека в медицинском учреждении забирают клетки, их можно транспортировать в место, где будет изменена генетическая информация и биологические свойства. Эти клетки в последующем могут быть криоконсервированы, заморожены, возвращены обратно в медицинское учреждение, где дальше будет продолжаться по стандартной методике. Фактически, компания будет оказывать, грубо говоря, сервис по изменению генетической информации и биологических свойств клетки. Да, это возможно. То есть мы же сейчас со всего мира привозим. Я, например, однажды тоже хотела такой экспириенс, как врач-гематолог, хотела посмотреть, как забирают костный мозг и привозят его к нам. Да, у нас есть целая служба, которая этим занимается. Я была курьером, я приехала в Соединенные Штаты Америки, пришла в клинику, забрала костный мозг, который только что забрали у человека еще теплый, положила его в нужную специальную сумку и привезла его обратно. А здесь уже пациента подготовили и сделали здесь трансплантацию. То есть, по сути, наверное, это будет логично, что такие центры будут обслуживать какую-то географическую территорию логистически. И такие центры уже построены. В Лондоне, в Соединенных Штатах Америки строятся два центра, которые будут осуществлять экс-виво применения разных новых технологий для клеток человека. Лечение? Сколько это будет стоить? Вопрос, да? Сколько это будет стоить? И как, значит, сколько человек это может себе позволить? На самом деле, ответ очень простой. И сегодня об этом прозвучало. Спасибо большое. Мы часто договорим об этом. Наша компания занимается разработкой методов редактирования для лечения социально значимых болезней. А социально значимые болезни все обычно оплачиваются государством. Сейчас трансплантацию костного мозга можно получить человек, наш гражданин России, бесплатно. И поэтому такой метод лечения для граждан России мы предполагаем бесплатно. И очень важный момент. Когда государство не справляется теми или иными задачами по логистике, трансплантации, с лекарствами, еще с чем-то, всегда помогают благотворительные фонды. Сообщество ВИЧ-инфицированных пациентов очень сильно, и я думаю, что на первых этапах это будет возможно. А вообще любые другие болезни, которые мы сегодня обсуждали, включая злокачественные опухоли, с учетом того, какая у нас в России система здравоохранения, это все-таки ложится на плечи государства. Поэтому мы идем вот в эту сторону. Спасибо большое за лекцию. Очень интересно было. Вообще у меня несколько вопросов. Один из них, вот предположим, у человека генетическое заболевание, вот ему сделали редактирование, и дальше мне интересно, как это влияет на следующее поколение. То есть он производит на свет детей, как это может повлиять на мир генетический, есть ли какое-то влияние? Нет. Просто отвечу. Просто нет. Мы редактируем соматические клетки, они не передаются по наследству. Если бы мы редактировали сперматозоиды или яйцеклетку, то это бы передавалось. То есть, предположим, вот эта генетическая болезнь, она передается из поколения в поколение. Она может опять появиться у следующего поколения. Все верно. Ясно, спасибо. А еще вот такой вопрос. Какое время занимает излечение? То есть, предположим, от вируса иммунодефицита. Сделали вот это лечение. Сколько время проходит, чтобы понять, что человек все будет лечить? Однозначного ответа еще нет. Это еще все находится в стадии расчетов, оценки ситуации. Поэтому точно сказать невозможно. Редактирование в гемопоэтической стволой клетки в клиническом исследовании началось только в 2016 году в США. И еще пока вообще неизвестно, когда это произойдет. Но мы можем ориентироваться на берлинского пациента. Хотя это не стопроцентное повторение, но все же. Но у него практически сразу понизился вирус, и дальше он больше не определялся. Поживем, увидим. Однозначно не знаем. Ведутся ли какие-то исследования по поводу замедления старения и следа, то что с этим и с этой сферы будет ли через 10, и сколько это стоило? Примерно, конечно. Супер вопрос. У меня на него есть ответ. А, к заготовочкам. На самом деле, я думала об этом. Я как врач очень скептически отношусь по поводу старения, лекарства от старения, все остальное. Коллеги, во времена Пушкина 37 лет — это старик. Сейчас мы обсуждаем с вами другое. А благодаря чему это произошло? Чему? Антибиотикам. А что у нас сейчас убивает людей? Экология. Экология. Болезни основные какие? Рак. Рак. Окей, вторая болезнь. Сердечно-сосудистый на первом месте, на втором рак. Если мы справимся с этими проблемами, вы не представляете, как дольше мы будем жить. Мне нравилось, что молодым умереть, мне в чем старут. Я стою на позиции доктора. Sorry. Я вот именно так рассужу. Вы знаете, какие последние везутся или нет, которые можно посмотреть? По старению и редактированию, ну, я не могу ответить на этот вопрос. Нужно поискать. И последний вопрос. Старик, к сожалению. Спасибо большое за интересную лекцию. Я слышала про технологию CRISPR-Cas9, об этом очень много говорили в физтехе. Хотела бы спросить, как можно ли редактирование генома применять для лечения рака? Ведь там тоже какой-то белок отвечает за то, что клетка начинает неконтролируемо делиться. Реально ли применять редактирование генома для того, чтобы как-то блокировать этот ген или что-то подобное? Я уловила смысл вашего вопроса. Немножко, может быть, иначе. Можно ли исправить опухолевую клетку? То есть, можно ли взять опухолевую клетку и исправить не ту генетическую поломку, которая привела к опухоли, собственно? Ну, сложно себе представить, что мы можем извлечь из организма злокачественную опухоль и обратно исправить и обратно вернуть? Не саму, не извлекать опухоль, а, допустим, если мы диагностировали на ранний статус, исправить те несколько клеток, которые стали зачинщиками, а остальные убрать, которые вызвали именно опухоль. То есть, что, если есть саркома, людям удаляют полностью мышцы. Можно ли как-то не удалять мышцы, просто исправить поломку? Ключевая проблема в ранней диагностике в таких моментах. Я вот просто отвечу на вопрос. Когда-то, возможно, мы будем обсуждать, что мы можем исправлять опухолевую клетку обратно в нормальную, но есть ли в этом необходимость, пока не очень понятно. Вопрос в ранней диагностике злокачественных опухолей, поможет ли технология геново-редактирования не применять это для исправления каких-то болезней, а искать рано-рак, вот тут скорее будет прорыв. Да, CRISPR можно использовать для ранней диагностики значительно более точно. Сейчас пока это для рака не разработано, но вот это уже однозначно. Поэтому все вперед в будущем. Спасибо. Спасибо большое. Давайте попробуем. Благодарю. Спасибо. Продолжение следует...